Всем привет! Итак, первая задача, для которой мы с вами сначала разработаем наивный алгоритм, потом увидим, что он очень медленный, а потом улучшим его до более разумного алгоритма, будет вычисление чисел Фибоначчи. Определяются числа Фибоначчи следующим образом. Нулевое число этой последовательности равно нулю, первое число равно единице, а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Это хорошо известная последовательность, начало которой выглядит вот так, и многим из вас, наверное, оно даже знакомо. Несмотря на такое безобидное начало, растут числа Фибоначчи довольно быстро, а именно экспоненциально. Сейчас мы с вами докажем, что начиная с n, равного 6, n-то число Фибоначчи, то есть каждое n-то число Фибоначчи при n, больше либо равном 6, будет не меньше, чем 2 в степени n пополам. Это и есть экспоненциальная скорость роста. Докажем мы это по индукции. Как обычно, чтобы показать что-то по индукции, сначала надо проверить, что утверждение выполняется в самом начале. Мы с вами проверим для начала утверждение для n, равного 6, а потом для n, равного 7. Итак, при n, равном 6, 6 число Фибоначчи равно 8, нам нужно показать, что это больше либо равно, чем 2 в степени 6 пополам. 2 в степени 6 пополам – это 2 в степени 3, а 2 в степени 3, в свою очередь, это 8. Итак, для n, равного 6, утверждение выполнено. Потому что, еще раз, потому что 6 число Фибоначчи равно 8, и нам надо показать, что оно больше либо равно 8. Это верно. 7 число Фибоначчи равно 13, и нам надо показать, что это больше, чем 2 в степени 7 пополам. 2 в степени 7 пополам – это 2 в степени 3 плюс 1 вторая. Ну, то есть 7 пополам – это 3 плюс 1 вторая. Итого 2 в степени 7 вторых – это 2 в степени 3, то есть 8, умножить на 2 в степени 1 вторая, то есть корень из 2. Нам надо показать, что 13 больше, чем 8 умножить на корень из 2. Но это можно и на калькуляторе проверить, но в принципе большинство из вас, наверное, помнит, что корень из 2 это примерно 1,414. Другими словами, корень из 2 это меньше, чем 1,5. Это значит, что 8 умножить на корень из 2 это даже меньше, чем 8 умножить на 1,5, то есть 12. Значит, 8 умножить на корень из 2 уж подавно меньше, чем 13. Итого при n равном 6 и при n равном 7 утверждение наше выполнено. То есть fn больше либо равно чем 2 в степени n пополам при n равном 6 и при n равном 7. Теперь нам надо доказать, что это верно при всех n больше чем 7. То есть при n больше либо равных 8. Давайте доказывать. Таким образом доказываем мы сейчас переход индукции. Доказываем следующим образом. При n больше либо равном 8 давайте просто распишем n то число Фибоначчи по определению как сумму двух предыдущих чисел Фибоначчи. Поскольку мы для двух первых чисел Фибоначчи уже проверили, для каждого из этих двух чисел, не для двух первых, прошу прощения, а для первых двух, для которых нам надо доказать. То есть при n равном 6 и при n равном 7. Итого, поскольку мы это уже проверили, для каждого из вот этих вот двух чисел Фибоначчи мы можем применить предположение индукции. То есть мы сейчас доказываем для какого-то n, и мы предполагаем, что для всех меньших n утверждение выполнено. В частности, оно выполнено для n-1 числа Фибоначчи и n-2. Ну давайте запишем, что n-1 число Фибоначчи больше либо равно чем 2 в степени n-1 пополам, а n-2 больше либо равно чем 2 в степени n-2 пополам. Из этих двух чисел давайте выберем меньшее, то есть второе, и скажем, что эта сумма, она просто больше либо равна, чем удвоенное второе число. Ну что верно, просто еще раз потому, что второе число меньше, чем первое. А теперь мы просто заметим, что удвоенное второе число, это и есть 2 в степени n пополам. Ну действительно, вот здесь вот в показателе степени стоит n-2 пополам. Когда мы к этому прибавим единицу, это будет n-2 пополам, ну плюс 2 пополам. Итого 2 в степени n пополам. Итого мы доказали, что n-то число Фибоначчи больше либо равно чем 2 в степени n пополам. То есть доказали то, что нам нужно. Давайте еще раз я заострю внимание на том, что базу индукции мы здесь доказали для двух первых нужных нам чисел Фибоначчи. Для шестого и для седьмого. Происходит это потому, что во время перехода, то есть вот в этом неравенстве, мы воспользовались предположением индукции для двух предыдущих чисел Фибоначчи. Соответственно, если бы мы доказали только для одного, например, для шестого числа Фибоначчи мы бы проверили тогда и доказывали бы переход при n больше либо равном 7, то мы попытались бы воспользоваться предположением индукции для n равного 6 и n равным 5. Но для 5 ничего не проверено. Чтобы наглядно еще продемонстрировать важность в данном случае проверки базы индукции для двух первых чисел Фибоначчи, давайте я неверное утверждение вам докажу по индукции. Давайте докажем, что при n больше либо равном 6 все числа Фибоначчи являются четными. Давайте сразу, во-первых, поймем, что это утверждение неверно. Мы знаем, что седьмое число Фибоначчи, оно уже нечетное. Доказать неправильно по индукции это можно было бы так. Но давайте сначала проверим базу индукции. Шестое число Фибоначчи равно 8, оно четное. Итак, база проверена. Теперь доказываем переход. Возьмем какое-нибудь число nt Фибоначчи, предположив, что утверждение верно для всех значений меньше, чем наша текущая n. Давайте nt числа Фибоначчи представим как сумму двух предыдущих. Предыдущие два числа по предположению индукции четные. Ну, значит, и текущее число четное. Вот ошибка в этом рассуждении как раз в том, что база индукции у нас неполная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...